меня зовут роман григоришин мы продолжаем серию интервью про одессу и одесситов сегодня хочу познакомить вас с музыкантом одесситом с молдаванки феликсом шиндером одесса что она для тебя значит ну одесса в первую очередь это родина для меня и чем старше я становлюсь тем больше чувствую что у меня с ней такая неразрывная связь и вот я чувствую себя таким достойным сыном как я говорю на видео достойный сын молдаванки значит я чувствую что это моя родина я чувствую что люди вот с тобой общаюсь со всеми с нами сегодня что я их понимаю лучше чем других людей я часто езжу за границу и конечно я хочу вот с европейцами наладить контакт как-то почувствовать их душу но понимаю все таки что я одессит и одесса это понятная мне родина а знаешь почему потому что кровь вот кровь и занятия я например в детстве шил мама музыкант я приторговал как все конечно и наверное просто опять же мама музыкант все это смешалось такую одесскую стандартную историю когда сыночка играет на скрип очки грубо говоря да но при этом тоже умеет что-то где-то продать и купить и вот эта жилка одесская знаешь ее надо нести через кровь у меня папа евреи мама наполовину наполовину играет не бывает но тем не менее это же это часть нам от дедушки не досталось это крови и если ты чувствуешь что ты получаешься одесситом вот кстати вопрос что для тебя одессит и одесский колорит и одессит это одно понятие или это разделе хотелось бы верить что все остается в таком ключе что рождаясь и живя тут ты приобретаешь априори какие-то такие качества которые делать одесситом для всех остальных какие ты знаешь стереотипы в одесситах но стереотипы что одесситы торгуются как звери просто да что одессит обязательно чуть-чуть еврей что одессит не ходит на море хотя живет до такой стереотип одессит не ходит на по-человечески вернусь все таки в одессу столицу юмора потому что мы ее потеряли ну юмор он ушел с эмиграции также какие многие вещи которыми славился наш город изобретательность находчивость находчивость награ авантюризм вот это почему потому что ну во первых в советское время нельзя было открыто торговать и заниматься многими вещами везде конечно но в одессе особенный контингент он делал из этого какие-то какую-то авантюру можно ли быть авантюристом в наше время настолько насколько раньше не думаю думаю что одесситы и меняются меняются раньше было еще по-другому я читаю историю одессы и понимаю что люди которые жили сто лет тому назад тоже говорили что одесса потеряла что она не то есть вы изменения ну что поделать твое самое яркое воспоминание одессы про молдаван ой ты знаешь были как приятные воспоминания как и так и неприятные воспоминания из приятных я помню как мне папа дарил вещи которые мне не нужны были я ходил в возрасте лет 12 и продавать их на староконку я я хорошо помню как я подбирал цену понимаешь вот и хотя был достаточно юный мальчик но я вслед 7 на седьмом километре с мамой вот она отложилась я спрашивал сначала сколько стоит такая же вещь у кого-то и понимал сколько она стоит я помню что своим детским умом понял как сложить цену понимаешь что ты думаешь нужно делать что одесса стала снова успешно хороший вопрос даже в мировом хороший вопрос опять же мне бы хотелось от отослать нас к этому историческому так периоде одессы когда она была наиболее успешно что и давал это успех это торговля зерном это огромное количество европейцев и открыта зона торговли все-таки одесса это порт и я думаю что торговля наверное как-то правильно я не занимаюсь налогами торговли не не сижу в горсовете я не депутат на если я не знаю как точно я думаю что суть успеха одессы тогда была в торговле и в высоко квалифицированных кадрах и я думаю что этот может дать успех вообще любому городу но одессе точно